шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и на этой неделе мы читаем два недельных раздела а харай мод и кедуши и сказал всевышний маша после смерти двух сыновей аарона когда они подошли ближе ко всевышнему они умер бог сказал маше скажи арону чтобы он так просто не входил святилище чтобы не умереть арону четко предупредили чтобы он не должен совершать ту же ошибку что его сыновья парящий надав и авиву нельзя просто зайти к богу или войти в святилище для этого требуется разрешение обучение и конечно же дисциплин служение это не просто спонтанное действие ума надав и авиву были очень-очень талантливыми людьми которые в основном находились на более высоком духовном уровне чем даже маши и арон хотя они были великими мудрецами они считали что могут прочитать в торе и понять что они должны рожать свой собственный огонь на жертвенники в храме хотя огонь сошел сверху на восьмой день как мы знаем согласно мидрашу они совершили еще много проступков они были пьяны во вторых они не были женаты кроме того перед входом святилище они не обмывали руки и ноги водой они также не носили предписанную одежду для коина они принесли свой собственный огонь и не спросили маши или арон правильно ли они поступили они так сильно хотели встречи со всевышним с его щеной с его присутствием что побежали в святая святых чтобы принести благовония кто иудаизм дорогие друзья это религия действие речь идет о земном здесь и сейчас они витание высших сферах и не с мистическим прикосновением и не оликование под крыльями божественного величия надав и авигу действительно были в очень приподнятом состоянии духа но они не пошли по пути истинного смысла нашей религии бог хотел жить среди еврейского народа святость должна спускаться на землю надав и авигу шли в противоположном направлении снизу вверх поэтому они и не поженились потому что не хотели снисходить до брака и не хотели допустить чтобы какие-то дополнительные души нишамот спустились в этот мир это означало бы спуститься они просто хотели попасть на вершину давайте мы будем поступать правильно браха вас лоха будьте здоровы много сил шаббат шалом ваш раввин каплан